Эта аудиокнига записана при поддержке сайта Книговухи. Автор Рекриона Качеллингс. Водяная баба Водяная баба Водяная баба Водяная баба Водяная баба Водяная баба Вася раскачивал камень и уже собирался совершить смертный грех, когда из-под воды поднялись два огромных жабьих глаза. Вася замер. Вася Водяная баба 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 этого». Василий молчал, размышляя над словами жабы. «Ну так как?» – спросила жаба, прервав молчание. «Согласен». Жаба тут же кинулась на Василия и увлекла за собой в омут. По реке плыли венки. Василий узнал тот, что сплела Ульяна, Васильковый с красными ленточками. Он зашёл в реку по колено и выловил венок. Вскоре послышался топот босых ног и девичий смех. К дому Василия выбежала ватага девчат во главе с красавицей Ульяной. Увидев Васю с её венком в руках, Уля порозовела, опустила глаза и медленно подошла к суженому. Она не воротила взор, не убирала брезгливо нежных рук, надела венок на голову Василия и повела к отчему дому. Родители Ульяны несмотря на ночь радушно приняли Василия, назвали его зятем и велели засылать сватов. На свадьбе гуляла вся берёзовка и многих мужиков потом жёны гоняли ухватами за то, что те пьяными лазили под юбки соседкам. Василий стоял у реки. Была ночь, изо рта шёл пар. Вдруг Василий услышал из кустов реки. «Василий! Василий!» Это уже был знакомый Васе голос. Голос с жабой. «Подойди, Василий! Долг платежом!» Василий без страха подошёл к кустам, откуда слышал голос. Жаба сидела на склизком камне и облизывала гигантским языком свои выпуклые глаза. «Вот!» – сказал он шёпотом, чтобы никто ненароком не услышал и снял с себя крестик. «Спасибо тебе, новая сестра во Христе! И да благословит тебя Бог!» – он натянул шнурок крестика на голову жабе, зацепив за выпуклые глаза и перекрестил чудище. Жаба ничего не сказала, лишь нырнула в реку и была такова. В приподнятом настроении Василий бодро зашагал к дому, полной уверенности завтра прийти на заутреннюю, обзавестись новым крестиком и причаститься, а также заказать сорока уст за спасение души жабы, хотя и не знал её имени. Но, запнувшись в темноте за деревянную чурку, Василий упал, ударился головою о колун и отдал Богу душу. Вокруг было светло, тепло и уютно. В воздухе витали тонкие ароматы спелых фруктов. Вася очнулся на светло-золотом песке, прищурился от света и немного помедлив встал. Он находился в месте, не похожем ни на что, где бывал Василий раньше. Вокруг летали пушистые облака, а прямо перед ним находились огромные кованые из золота ворота. «Ох, нет!» – разочарованно произнёс Вася. «Я же только что женился!» Он подошёл к вратам и увидел седого мужичка с бородой. Тот стоял у огромной, прислонённой к опоре и ворот книги, которая была выше него на три головы. Мужичок был одет в длинное белое платье. Завидев Василия, он замахал руками и запричитал. «Тебе не сюда, брат Василий, не сюда!» «А куда же?» – удивился Василий. Мужичок пролистнул несколько исполинских страниц своей книги и начал водить пальцем по написанному. «Вот, гляди!» – поманил его мужичок. И отдал свой нательный крестик водяной бабе, назвав её сестрою да осенив крестным знамением, затем разбил голову о колон. «И что?» – не понял Василий. «Привёл ко Христу заблудшую душу! Меня надо б на без очереди пропустить!» «Вот чудак-человек!» – посмеялся мужичок. «У водяных нет души! Они поэтому не божьи и не дьяволовы!» Помянув дьявола, апостол Пётр перекрестился. «А ты…» «Да, привёл…» «Принял…» – Василий напрягся. «Принял решение поменяться местами с нею!» – апостол Пётр указал на ворота перстом. Там, закованной решёткой, размахивая крестиком Василия, стояла жаба, одетая в белоснежное шёлковое платье и улыбалась, обнажив кленовидные зубы.